Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день! Компания Директ Медиа приветствует вас сегодня вместе с очаровательной Натальей Мадестовной, ну и мной, Юрий Николаевич Белоножкиным, по теме, которую вы сейчас видели и читали в приглашениях. Бизнес-симулятор, в ходе выполнения практик, по экономическим дисциплинам, с учетом российских реалий. Или это миф, сказка, пропаганда каких-то маркетологов, или это действительно мощный усилитель профессионализма будущих экономистов. Мы проводим этот вебинар в форме баттла. Ну, можно было бы назвать в форме дискуссии. Это смешное слово баттл, немножко глуповатое, означает сражение, битва. Скорее всего, это будет спор между доктором экономических наук Натальей Мадестовной-Логачевой, вот она сидит перед вами на экране, и мной, кандидатом экономических наук. И вами, дорогие участники, и первый вопрос, который вы спрашиваете, а что же такое бизнес-симулятор? Вот, наверное, мы с этого и начнем, да, Наталья Мадестовна? Давайте. Давайте. Я сейчас открою страничку той компании, о которой мы будем говорить, а точнее о тех технологиях, которые она представляет. К баттлу готовы, то есть игра начинается. Есть некая компания, стартап. Отечественная разработка Сергея Менщиков, я его хорошо знаю, раньше он был на фондовом рынке, кстати, я тоже бывший брокер на фондовом рынке. Он, правда, занимался больше сделками, связанными с Форексами, но это не важно. Я Форекс терпеть не могу. Но, тем не менее, он занимался успешно, и затем перешел в сферу образования, онлайн-обучения. Вот он создал такую инновационную платформу для бизнес-симуляции. Ну, или имитации. Имитатор, игрушки, которые заменяют реальный процесс. С этими игрушками, с этими симуляторами, с этими моделями, кто помнит теорию моделирования, можно делать эксперименты. Не на живых людях, не на реальных финансах, а на его аналоге. Без риска что-то поломать, что-то испортить. Хорошая идея, правильно? Так вот испытывают модели автомобилей в аэродинамических трубах. Самолеты тоже самое испытывают. Краш-тесты проводят на этих моделях. Какие еще бывают аналоги, если вспомнить применение. Ну, в общем, идею вы уловили. Симулятор это некое подобие, которое имитирует некий реальный процесс, который можно проводить эксперимент. Ломать, крутить, что угодно делать. Ну, не с целью поломать, а с целью что-то улучшить. Но при этом что-то может реально поломаться. Вот такие бизнес-симуляторы. Для тренингов и обучения предлагает эта компания. Корпоративным клиентам, то есть обучать сотрудников, учебным заведениям. То есть применять эти симуляторы в учебном процессе. Применять тем, кто занимается дистанционным обучением. И тем, кто хочет сам для себя чему-то научиться. Тут есть язык русский, английский. Ирина Николаевна, здравствуйте. Рада вас видеть. Игра Монополия это тоже вариант бизнес-симулятора. Хорошо, что некоторые из вас знают про эти вещи. Но, уважаемые коллеги, это в принципе совершенно другая идеология. Мы сегодня посмотрим. Вот моя землячка из Тбилиси. А я сам из Тбилиси. Я, может, и даже похож на какого-то кавказского человека. А на самом деле, это я русский кубанец. По моим корням. Аделина, наливай-ка и ты коррелицу. Аделиночка. Рассказывает и показывает, какие хорошие вещи. И дальше пошли решения. Ну, Наталья Модестовна немножко в курсе. Я и рассказывал, как это работает. Да, помните Наталья Модестовна? Да, да. А вот из чего состоит эта корпорация в кризисе? Как вытаскивать корпорацию из кризиса? Отдельный тренинг. Где жесткие временные рамки, корпорация валится. Может, какие-то еще и санкции, может, еще какие-то неприятности. Отрабатывают практически в онлайн. Как закалялась сталь? Это отраслевая бизнес-симуляция управления машиностроением и сталилитейной промышленностью. И вы выступаете в качестве владельца производственного процесса. Третий вариант – управление ритейлом, продажем в условиях жесткой конкуренции. Уже какие-то страшные вещи, да, Наталья Модестовна? Точно. Бизнес-симуляция для создания курсов и тренингов. Это бесплатный курс, на который можно записаться всем желающим. Куда поправить? Потише или подромче? История Кудровича. Уменьшаю. Спасибо. Вот обратная связь работает. Уменьшаю на 10%. Можно посмотреть все решения. Их там около 40. Но можно посмотреть еще такие вещи, как... Уважаемые коллеги, я вот читаю, я не понимаю. Наталья Модестовна, может, вы ей что-то подскажете? Я тоже в таком же шоке, как и вы. Когда прочитала об этом симуляторе, те награды, которые он завоевал, то признание, которое вообще в мире, в разных странах, имеет место. И вдруг мы с вами чуть ли не первые в России говорим об этом. Ну, очень удивительная ситуация. Вообще-то непонятно в связи с чем она возникла. Действительно. Лучшее решение 2016 года в номинации... Там было 29 номинаций. Вот в своей номинации бизнес-симуляторе это лучшее решение по версии журнала e-learning magazine. Журнал по электронному обучению. Американский журнал. Голосовало несколько тысяч специалистов на звук фонит. А сейчас фонит? Сейчас у меня фонит. Получше. Ага. Ага. Так. Не буду останавливать запись. Микрофон и звук. Микрофон и звук. Не отключен. Так. Микрофон и звук. Колоночки мои мешают. Ну, подсказывайте, коллеги. Подсказывайте, если опять будет звук. Лучшее решение. Вы скажете, ну, а кто бы там знает. Я вот в своей группе покажу сейчас профессионалы дистанционного обучения. давал не раз объявления. И вот один из запросов. Мы там опросы проводим. Даю вот эту информацию, что есть такое решение. Там разные решения есть. По анимации, по видео. По симуляции даю. Интерес нулевой. Провожу вебинар. Интерес нулевой. Я не понимаю. Хотя я сам видел, что хорошо. Мы видим, что мы видим, что эта платформа занимает лучшие места. Что в Израиле проводят семинары. Что образовательная платформа Simformer была отобрана для участия в виртуальной программе американского инновационного образовательного образовательного акселератора. Наталья Модестовна, мы должны с вами бороться. Конфронтировать. Конфронтировать. Вы должны не верить мне. Вы должны говорить, кто такие для нас американцы. Почему они для нас указ, что является лучшим. Почему некий американский журнал Best of Learning для нас является авторитетным. Мы сами все понимаем в электронном обучении. Я скажу вам другое, Юрий Николаевич. А, вы Игорь Владимирович хотите ответить. Игорь Владимирович, мы не подстраиваемся по целевой аудитории. Мы приглашаем в дискуссии всех желающих, в том числе и вас. И вы также можете сопротивляться, говорить, это решение плохое и никому не нужное. Главное, сейчас мы видим, все участники у нас без батла, что признание как бы есть, популярность в мире есть, мы не понимаем, почему оно не применяется. Хорошо, что еще мы здесь видим? Я сначала хочу задать вопрос всем, кто задать не про продукт, не про целевую аудиторию, а всех, кто связан с практиками. Не только экономическими, а вообще. Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, вы согласны, что практика для многих студентов это чисто формальный процесс, или может быть не формальный, они там действительно какие-то новые операции, процедуры для себя выполняют, закрепляют некие навыки, но к принятию фундаментальных решений они дойдут через много-много лет. Решения по закупкам, по наему персонала, по каким-то другим стратегическим решениям, связанными с финансами, с оборудованием, произойдет через много лет. В ходе практик они этого, как правило, не видят, для них это все скрыто. Вы согласны, Наталья Модестовна? Я чуть-чуть про практики хочу конкретизировать. Вот по федеральным государственным стандартам практики, они разные, их несколько видов есть. И некоторые практики вообще не ставят такую цель, чтобы студенты принимали какие-то решения. Допустим, если у них практика научно-исследовательская, они вообще читают литературу по теме. Поэтому, если мы говорим, например, про производственную практику, то, мне кажется, лучше на предприятие сходить. Сходить. Посмотреть, как там все устроено. Что дальше, что ждет дальше на предприятии? Вот они сходили. У них есть направление, договор с предприятием, у них есть задание, у них есть дневник. Что дальше? Давайте вспомним кратко. Они, ну, во-первых, они туда ходят, знакомятся с реально существующей организацией, наблюдают за тем, как она устроена. Кому повезет, конечно, им дают задания для того, чтобы они их выполняли. Например, у нас на практиках очень важно, чтобы студент умел, получив информацию о предприятии, рассчитать кучу-кучу всевозможных коэффициентов. И по ним сделать вывод о том, как это предприятие вообще функционирует, хорошо ли, плохо ли, что-то нужно сделать. И вообще говоря, посоветовать в рамках практики для этого предприятия что-то полезное. Вот у нас так. Здесь это возможно? Отлично. Итак, мы сейчас услышали, и то, что мы и так знаем, что иногда студент-практикант может рассчитать некие аналитические коэффициенты, рекомендательные показатели для внесения изменений в реальный бизнес, в реальный процесс, и руководство этого реального предприятия возможно эти рекомендации учтет. Вот это то, что мы имеем сегодня. Теперь я хочу немножко поспорить. Когда я общался с коллегами из-за рубежа, в том числе и с информером, я спрашивал, а как за рубежом проходит аналогичная практика? Что там студенты говорят про практики? Вот так и сделаю. Да, с помощью бизнес-симуляторов. Хорошо, Роман Михайлович, я сейчас поясню, о чем идет речь. Мне рассказывают страшные вещи. Студенты говорят, что вы нам даете какую-то ерунду, которую мы можем прочитать и без вас? Вот Наталья Модестовна упомянула, приходят, ознакомливаются, изучают. Это мы можем прочитать и сами. Мы платим деньги за обучение в Европе очень немалые. Да, в некоторых странах это обучение бесплатно, но они требуют качества от преподавателей. Дайте нам реальное предприятие, дайте нам реально опыт, навыки поуправлять этим предприятием. Мы хотим почувствовать, от чего оно зависит. Там ситуация другая. Там просто студенту принести отчет, дневник, характеристику по практике, заключить договор и забыть, лишь бы это было, там такое не проходит. Студенты требуют большего. И в том числе и в Америке, почему вот сейчас, в том числе и в Израиле, почему мы упомянули с этих упоминаний, там вузы боятся потерять студентов. Они дорожат мнением и говорят окей, мы будем искать для вас альтернативу. Мы действительно не можем дать вам реальный бизнес, дать вам реальные финансовые активы, реальное производство ваших подчинений, но мы вас понимаем, что вы боитесь остаться без работы, без навыков, без умений реального управления, реальным бизнесом. Мы вам даем классный симулятор. Понимаете, о чем речь? Возможно и так. Да, да, вот мы в России не верим. Израильтяне поверили, американцы поверили, эксперты западного сообщества поверили. Вы скажете, а еще кто поверил? Ну, вот я знаю, что в Австрии, в Румынии, так сказать, бывшая страна соцлагеря, чем-то близко к нам, где еще индусы. А может это связано с тем, что наши студенты не такие требовательные? Потому что они пришли, отсиделись для галочки, сходили на практику. Может быть так? Интересная гипотеза. Там студенты действительно требовательные. Они говорят, ребята, профессор, ну, ребята, нет, уважаемые профессора, вы нам перечитывайте, пересказывайте то, что можно прочитать. Ну, не все, конечно, один, два таких найдутся, умника, и говорят, вы нам просто пересказывайте, дайте нам реальную жизнь, дайте нам реальные факты, дайте нам реальные умения. Ну, это хорошо, ну, статистика, ну, теория вероятности, да, классно. А где реальное управление? Про коррупционность сейчас тоже скажу. Там даже политические процессы учтены, представьте. Наши студенты не такие, как американские или европейские, это уж точно. потому что вот я спрашивал тот же коллег, они говорят, мы учились в Европе, и там очень все жестко. Да, там бывает очень дорогое обучение, но и ответственность высокая. и если студент возмущается, он не боится, что ему двойку за это поставят. Он говорит в открытую, этот профессор нас ничему не учит. Для вуза это катастрофа. Если это выливается за пределы института, где-то там по фейсбукам, ну, контактов у них нет, но еще где-то, то они терпят убытки. Они ищут сделать так, чтобы студенту нравилось, чтобы они говорили, вот им чаще всего нужно прогибаться под профессора, улыбаться ему, спасибо, извините, лишь бы выпуститься без проблем. Требовать он может очень редко. Я согласен с Натальей Модестом. Теперь что касается коррупционной составляющей. Вячеслав Федорович, вот мы еще даже не посмотрели сам бизнес-симулятор, мы априори как бы верим, что там что-то хорошее есть, как бы верим, но мы сразу смотрим в корень. Реальная экономика, реальный бизнес и то, чему мы учим даже в наших российских вузах, мы же не говорим, как давать взятки пожарникам. Наталья Модестовна, может вы учили коррупционную составляющую в ходе микро-макроэкономики финансового планирования. Но мы рассматриваем теневой рынок. Но на зачетах мы не спрашиваем. Как без этого? Мы говорим, это плохо, это нельзя, это все такое, это надо бороться, взятки брать нельзя. Ну, примерно то же самое и в бизнес-симуляторе. Там нету такого понятия, как коррупционная составляющая. Но мне ответили разработчики, если надо, мы смоделируем и это. Добавим любых, там, мафию, коррупцию, хотя в настройках модели, если помните, Наталья Модестовна, было такое политическая стабильность, социальная стабильность. Там даже выборы заложены были, что меня очень удивило. Что, располагаю? там даже выборы были заложены в разных странах. Выборы. Процесс выборов. Да, да, да. Да, да. Тогда будем смотреть непосредственно бизнес-симулятор. Да, вот тут уже почти моменты, кому это должно нравиться. Ну, давайте посмотрим теперь, как это работает. А поскольку я работаю в компании Директ Медиа, и я могу предоставить такую возможность, вот у нас на сайте, где многие могут зайти свободно, зарегистрироваться абсолютно бесплатно, есть один такой бизнес-симулятор для студентов. Пути Chief Economical Offices. То есть, это путь генерального директора компании, или просто директора компании. Главный исполнительный директор. Вот здесь есть такой бизнес-симулятор. Он предназначен для студентов, но преподаватель, кстати, Игорь Владимирович так и не воспользовался этим. Беляев я посмотрел, не захотел пользоваться. Эта ссылочка находится вот здесь. вот здесь. Это платный продукт. Это платный продукт. Насколько он платный и как избавиться от платы, я сейчас не говорю. Посмотрим саму суть. Для тех, кто вообще никогда не видел, хотя, например, Игорь Владимирович присутствовал и смотрел, как это это, ну, время да, согласен. Время да, возможно, не хватило. И если вы зарегистрированы, а я вот зарегистрирован, ходите туда, после оплаты или после гостевого доступа вы видите волшебную кнопочку перейти в Simformer Business Simulation. Тут некоторые инструкции, мы их сейчас не читаем, для этого есть другие возможности. и вот, пожалуйста, те, кто знаком, что такое Moodle, видят, что это Moodle, это Moodle, система дистанционного обучения. И тут есть инструкции, видеогайды, не будем сейчас смотреть, сразу входим в симулятор. Пожалуйста, вот он, авторизованный участник, Юрий Николаевич Белоножкин, или Игорь Владимирович Белянин, или Наталья Мадестовна Логачева, кто угодно, кто получил доступ, или студент конкретного вуза, может зайти в тот симулятор, который он захотел. Здесь, здесь, здесь видим бюджет, вот у него уже, у меня уже осталось 4 тысяч, 4 миллиона долларов, я растратил, здесь мои активы по различным предприятиям, в том числе и в Сочи, где я живу, и в США, где я никогда не был, здесь у меня есть предприятие, вот в частности Модестовна, это предприятие, которое я выкупил, оно разваливалось, но мне оно понравилось, выкупил, ради технических интересов, проверить, могу ли это сделать, она выставила его на продажу, я его выкупил, правда в результате я получил колоссальные убытки в миллионах долларов, но технически это работает, технически любой, любой начинающий, как только входит в эту бизнес-симуляцию, получает сразу на счет 10 миллионов долларов, возможно кому-то из вас доллары не нравятся, но для экономических целей единица может быть любая, что дальше можно здесь рассказать по практике, я хочу спросить, задать вопрос моему оппоненту, вот некоторые коллеги никогда не видели, некоторые уже видели, как технологически работает, какая тут аналитика, какие тут рейтинги, но вот Наталья Модестовна, вы-то видели, и можно дать ролик с записью моего вебинара, как это все технически работает, скажите пожалуйста, Наталья Модестовна, вот вы доктор экономических наук, вы почувствовали прелесть того, что человек сидит и принимает решения по разным вопросам, открывает предприятие, нанимает, увольняет персонал, тратит на обучение персонала бюджеты, тратит на рекламу разного рота бюджеты, берет ту или иную площадь, в том или ином районе, учитывает или не учитывает средние цены по данному району, в данном городе мира или стране, учитывает логистические затраты на поставку продукции, видит свой финансовый отчет по самым разнообразным показателям, это все пересказывают как ад-хок по факту то, что Наталья Модестовна уже рассматривала, вот из всего, что вы успели увидеть, вы чувствуете, как экономист наслаждение и эффект с точки зрения обучаемого, или это все блеф, то, что я рассказываю? Нет, на самом деле, когда я эту программу посмотрела, в этот симулятор заглянула, конечно, первоначально, честно говоря, я даже не поверила, что так можно все учесть, сделано достаточно все интересно, и то, о чем вы говорите, конечно, такое, с одной стороны удовольствие, с другой стороны, очень захватывающий такой процесс, а хоть и это, и это, и это, все попробовать и понять, как это вообще происходит, и так далее. Да, Вячеслав Федорович, симулятор на русском языке, там все понятно, и очень интересно, вообще, вот я первый раз, когда туда зашла, посмотреть во все разделчики, вот эти, и это я могу, и это я могу, и в общем, конечно, классно, мне понравилось, но это я рассуждаю со своей точки зрения, да, преподавателя, там, и так далее, а вот с точки зрения студента, мне кажется, что это достаточно сложно будет им вот так вот сходу раз и разобраться в этом всем, то есть, вот, конечно, какой-то инструктаж, возможно, нужен, может быть, это нужно как-то вот, да, какие-то коммуникации, вот ты говорил, Владимир Владимирович, это было бы классно, если бы, например, все участники получили домашнее задание, типа, поиграйте, а потом бы мы пришли в аудиторию, и это бы обсудили, кто какие решения принимал, кто как, то есть, не просто, чтобы это был какой-то онлайн вариант, а чтобы это был какой-то микс онлайн с оффлайном, вот это было бы, наверное, полезнее, и вот, конечно, у меня вопрос с уровнем готовности студентов вот это воспринять, хотя то, что это сделано почти что, как компьютерная игра, это для них, конечно, я думаю, классно, потому что здесь вот есть не только элементы, что ты считаешь, принимаешь какие-то решения, управленческие или экономические, но, в принципе, это игра, классно, что есть рейтинги, интересно посмотреть, кто на каком месте, вот я сейчас продула вам, Юрий Николаевич, ну, что делать, я не заходила туда, не принимала управленческих решений вовремя, я отвечу на вопрос, что сегодня, Олег Николаевич, уважаемые коллеги, чтобы сделать конкретику игры, игры, обычно на это уходит два часа, на погружение, студенту, преподавателю, рассказать, как открывается магазин и так далее, мы делаем условный скачок, у нас есть люди, у нас есть факты, где показывается, что 100% это уже эффективно, мы идем дальше, мы пытаемся понять, вот сейчас я услышал вопросы другого плана, не туда, куда нажимать кнопки, а понять, почему это не работает в России, например, вот я услышал вопрос, конкретика, компетенции нет, корпоративной культуры нет, коммуникации нет, что еще нет, что-то еще нет, это пишет Игорь Владимирович, отвечаю по пунктам, коммуникации, на самом деле, есть коммуникация, можно связываться лично, лично, вот я как игрок, владелец бизнеса, хочу связаться с другим игроком, с Натальей Модестовной, я могу ей писать в этой игре, могу вести с ней какие-то отдельные переговоры, коммуникации есть, далее, по коммуникациям, вот вы упомянули, мы упомянули слово русский язык, русский интерфейс, в этой игре может участвовать индус на английском языке, испанец или бразилец на испанском языке, но нам переводчик не нужен, мы видим действия друг друга, видим, как цены на рынке пляшут, на глобальном рынке, мы не сговариваемся, но мы видим, что действие одного влияет на действие другого, интерфейс на разных языках, но технология игры, коммуникации, вот этой конкуренции есть, что касается компетенции, что касается компетенции, вы ведете предмет по экономике, или по маркетингу, или по финансам, или по рынку ценных бумаг, у вас есть эти компетенции в ваших рабочих программах, вы их прописываете, чем вы их обеспечите, вот, Наталья Мадырсуна, вы ведете предмет, вот вы написали, допустим, компетенция под названием готовность прорыву и узнаванию чего-то нового, я грубо говорю, в сфере экономической деятельности ваших студентов. Чем измерить эту готовность? Я клоню к тому, что многие, да не то, что многие, вся страна пишет эти списки матрицы компетенций, но не может привести доказательства и факты о том, что эти компетенции измеримы. Мы берем зачеточку, ставим зачет. Где эти компетенции в этой оценке, зачет, как они и были измерены, никто не знает. Но, если вы скажете, что для сдачи, для освоения этих или иных компетенций обучаемый должен уметь принимать решения, доказать умение управлять персоналом, управлять инновациями и доказать это практически здесь проблема решена. Не так ли, Наталья Модестовна? Да, конечно. Это же преподаватель принимает решение, чем студент будет доказывать наличие тех или иных компетенций. Ну, сначала завкафедра еще надо батл такой устроить. Да, да. Ну, я скажу, что возвращаясь к организации, конечно, вот, недаром спрашивает Вячеслав Федорович, Вячеслав Федорович спрашивает, что нужно смотреть, нужно показывать, конечно, прежде чем студентов туда послать на эту практику, кто-то, какой-то тренер, может быть, это будет живой человек, а может быть, это будет запись в виде ролика, будет его показывать минут 10-15 или сколько надо, все, что нужно делать студенту для этой практики. Зарегистрироваться, здесь твой бюджет, здесь твои компании, вот кнопочка открыть новую компанию, и вот пошло, пошло, все это пошло, и он в ролике научился, посмотрел, вот, открыл он свое предприятие, точнее, подразделение, и видит, вот, то, что у него в этом предприятии есть, 10 рабочих мест, сколько платит за аренду, все это меняется, вот, все это можно изменить, сколько требуется рабочих, 4 человека, в данном случае, симулятор пишет ему, и одного хватит, подсказку ему дает, зарплата, какая зарплата у него предприятии, и какая в среднем по городу, вот, Беломножкин пожадничал зарплату, решил сэкономить, система, в итоге, из-за этой жадности, будет ухудшать работу таких сотрудников, где зарплата занижается ниже, чем в среднем по городу, вот, все, что не коснись, я сейчас не хочу вникать специально, вот, это все нужно показать, преподавателю освоить, потренироваться заранее, где это будет, кто будет его учить, что это будет за курс повышения квалификации, неизвестно, но вопрос ставится справедливо, вот, почему-то, вот, в России пока интереса нет, а что происходит за рубежом, они, израильтяне, приглашают этот симформер и говорят, вот мы слышали, мы посмотрели, но мы не поняли, давайте проведем семинар с преподавателем, давайте, вот они приезжают в этот город, Галилео, реальный город в Израиле, показывают, проводят с ними семинар, и после этого преподаватели говорят, о, мы поняли, что теперь делать со студентами, Вячеслав Федорович, отвечаю на последний вопрос, Наталья Модеста, но вы там еще не уснули? Нет, ни в коем случае, я думала, что вы покажете рабочий стол свой, мы хоть посмотрим, какие вы там решения параллельно принимаете, а то скакать из одного окна в другое не очень удобно, вот это предприятие действительно динамический аналог случайных случаев кейса, знаете, что, вот я тоже думал про математику и понял следующее и выяснил, это динамическая модель с заранее непредсказуемым набором сценариев, никто не знает в каком городе, по каким ценам, в какой отрасли, там около 28 отраслей народного хозяйства заложены, представляете, вот обучаемый сам выбирает себе отрасль, заранее никаких кейсов нет, да, есть математические зависимости при расчете налогов, финансовых показателей, рентабельности, убыточности и так далее, они там заложены, но никаких типовых схем заранее не заложено, и самое интересное, что еще вот эта динамика между участниками там работает, кому-то что-то в голову стукнуло, это отразилось на ценовую политику рынок в этом городе и оно повлияло, потащило за собой действия на остальных участников, такая интересная схема, что еще? Покажите нам свои предприятия, я туда давно не заходила, хоть посмотреть, что там у вас происходит, ну давайте, вот я нажимаю, я Белоножкин, у меня есть предприятие, у меня допустим есть магазин в Сочи, который я приобрел за свои вот эти средства, которые мне были выделены в начале, я выбрал, какой район, центр города, какая площадь, какие расходы на аренду, исходя из местоположения, сколько сотрудников в этом магазине, причем, видите, я назначил 5, а требуется 2, зарплата 84, а в среднем 101, 101, тут я вот пожадничал, какие мои расходы на зарплату в неделю, какая компетенция, квалификация сотрудников, у меня в данном случае она очень низкая, в отпуск не отправлял людей, обучение персонала не проводил, квалификация низкая, эффективность персонала, да, я с них выжимаю в этой модели на 100%, и другие, и другие показатели, в том числе образуется в час пик небольшая очередь, часть уходит, не попав в торговый магазин, и мне дается рекомендация, в данном случае, что хорошо, учебная цель, система отдает подсказки, попробуйте увеличить площадь торгового зала, то есть обучаемый не бегает постоянно к источникам или к преподавателю, а периодически получает подсказки, вместо 100 квадратных метров можно взять побольше, ну и другие показатели эффективности, дальше не вижу, ну да, да, Вячеслав Федорович, скажите, пожалуйста, если мы сейчас если мы сейчас поставим вопрос о том, что в этой модели, Наталья Модестовна вы тоже пожалуйста скажите, имеются показатели откаты, ну например, готовы ли вы, вот вы знаете, что уровень откатов в городе Сочи при решении вопросов по ну где нужны откаты, пожарники, где еще, вот где еще нужны откаты, я бы например не стал бы пожарникам платить, я вот считаю, конечно, вопросы Вячеслава Федоровича, они наверное актуальны, но это наша реальность, скажем так, да, но вот я помимо того, что я преподаватель, я еще была бизнесменом, я сейчас правда сейчас конкретно бизнесом уже вот в это время не занимаюсь, но видимо скоро опять начну, да, вот, знаете, ну возможно у меня бизнес такой был, у меня были тренажерные залы в городе Кургане, но я ни к откатам, ни к блату, ни к административному ресурсу за время своей деятельности вообще никакого отношения не имела, может я счастливый предприниматель, то есть я думаю, что все эти барьеры растут по мере роста бизнеса, а если мы говорим, что мы учим все-таки студентов для того, чтобы они начинали, стартовали с каких-то своих маленьких проектов, может быть потренировались на этих маленьких проектов, то честно говоря я не думаю, что это вот настолько важные строки, хотя вероятно для крупного бизнеса, для корпорации это действительно большие статьи расходов. Давайте подведем некий итог благодаря Наталье Модестовне мы отказываемся в учебных таких симуляторах, в учебных программах учить давать откаты, отказываемся работать с блатными, мы где-то там можем оговориться, да, это зло, да, это бывает, это существует, но мы принципиально не вводим эти показатели в модель, не все, хотя бы научимся работать в условиях жесткой конкуренции, противодействия нашим конкурентам, которые все вынюхивают у нас, берут самое лучшее, дай бог хотя бы этому научиться. Ну, непредвиденные расходы, вот у вас есть 10 миллионов долларов, ну, заложите в себе, так сказать, условно какую-то сумму неприкасаемую, и вопрос-то решен, вопрос решен. Ну, вот я показал предприятие одно, не согласен, Игорь Владимирович, здесь Chief Informational Officer, главное лицо компании работает, вот в данном симуляторе, главное лицо, главный руководитель, это не какие-то там клерки. Вот, ну, я думаю, мы разобрались с этими откатами, даже на примере Натальи Модестовой, ну, что мы будем в симуляторе учить, проводить расчеты, как давать какие-то взятки. Ну, давайте я сейчас закрою это предприятие в Сочи, которое мне не нравится, нажимаю на закрытие, там на 141 тысячу долларов, вот мне не нужно, оно мешает, не хочу, закрываю это предприятие, у вас на глазах, не знаю, да, вы, кажется, видите, все, у меня одним магазином в Сочи стало меньше, вот точно так же сейчас магазин Модестовна закрываю, это был фешенебельный район города Сочи, я его закрываю, его эффективность низкая, я им не занимался, все, Модестовна ушла, нет у меня такого магазина, нет такого предприятия, но, как здесь видно, пересчета моих денежных остатков не произошло, оно происходит раз в час, не моментально, а с неким лагом, бывает раз в три дня, для сложных процессов, чтобы не устраивать эту гонку, бывают игры по семестру, по году, долго изучается курс, и там постепенно рассматриваются разные опросы предприятия, по семестру, по месяцам, там перерасчет идет не так часто, такова технология, ну да, да, Chief Executive Officer, совершенно верно, совершенно верно, я назвал Economical, извините, да, 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 спасибо, что следите, ну, что, что еще, Наталья Модестовна, назовите любой еще пример, когда, почему такие симуляторы не работают в России, почему, на ваш взгляд, долгое, достаточно длительный период времени требуется для того, чтобы уже хорошо начать в него играть, мне так показалось, вот по моему первому знакомству с этой программой, что сходу, независимо от того, студент это будет, или это будет просто человек, которому интересно, требуется достаточно длительный промежуток времени, чтобы разобраться, то есть достаточно сложная программа с точки зрения возможностей, много возможностей, и поэтому, чтобы со всеми ознакомиться, потрогать их, попробовать применить, ну, надо просто часами вникать. Мне кажется, это проблема тоже. Есть ли у наших студентов желание сидеть и вот вникать? Хорошо, а что вы думаете по точку зрения Вячеслава Федоровича? Начинающих бизнесменов надо учить выживать, а не только повышать рентабельность. Согласна с ним. Выживать тоже надо уметь. Я правда не знаю, что вот в этот термин он вкладывает, но для того, чтобы предприятие все-таки не вышло и сразу же не перестало существовать, конечно, нужно прилагать определенные усилия, этому тоже нужно обучать. Сходу это может не получиться. Ну, вот начинающий бизнесмен, ну, разве он не решает такие задачи, как район ведения бизнеса, центральный, престижный, фешенебельный, площадь, стоимость аренды, сколько надо ему. Он многие те же самые вопросы решают и в реальной жизни, не так ли? Решает, безусловно, но мне кажется, что качество этих решений очень зависит от уровня его подготовки. Некоторые интуитивно решают, некоторые опираясь на полученные знания, кто-то имеет эти знания профессиональные, кто-то просто уже, что называется, вот на уровне практических каких-то приемов. Ну, некоторые, по примеру, знакомых, вот он посмотрел, как папа открыл. Да, кто-то по аналогии принимает решения. Аналогия не всегда же здесь срабатывает в реальной жизни. Откуда я знаю, почему этот магазин не закрылся? Я думаю, что он работает успешно, он может еле-еле там концы с концами сводит. Многие студенты, которых я знаю в Сочи, они действуют методом аналогии. Они смотрят, как их родственники открыли ларек, мастерскую, магазин, их даже учить-то не надо, они каждый день там видят, общаются, знают, что и как происходит. Ну, может быть, не знают, как, не сразу знают, как ведется бухгалтерский учет. Они этот бизнес знают вдоль и поперек. Их учить уже не надо. Они просто берут и копируют, открывают свой такой же ларек или ювелирный магазин, потому что у них есть перед глазами опыт и практика бесплатно. Нам в чате задали очень много вопросов. Ну, давайте попробуем ответить на эти вопросы. Simulation City. Да, начинают на простом уровне. Да, супер режим. Да, да, да. Вот методический прием, если не гнаться застали литейную промышленность, а начать просто в практике обычного ритейла, то это будет методически правильно. Именно так действуют и многие зарубежные коллеги по работе с таким симулятором. начинают с простого. На высокие сложные уровни, да еще и чемпионаты мира, проводят в этой оболочке чемпионаты мира среди студентов, переходят где-то через полгода, то есть через год, где уже выточено, отработано идеально. Это что касается методики. Сколько времени можно заниматься на данном симуляторе, чтобы получить заметный прогресс? Из опыта Светлана Равильевна, это где-то семестр, семестр, спокойно, вот изучает, идет преподаватель, предмет, к примеру, тот же маркетинг, или управление финансовыми предприятиями, или логистика, или какой-то другой предмет. он в течение семестра говорит, мы с вами используем вот такой инструмент. Ваше первое задание посмотреть этот ролик, там уже есть, как смотреть свои финансовые отчеты. Все отчеты просто смотрятся. Вот они сейчас у каждого по 10 миллионов, и там еще никакого движения нет. Из чего они состоят? или ролик как отбираются поставщики продукции, какие они бывают, с каким рейтингом, с какой надежностью, с какими ценовыми показателями, с какими объемами. Вот они только это смотрят. И постепенно, постепенно научаются управлять. То есть не за два часа и сразу вперед торговать. то есть где-то семестр. В итоге преподаватель и теорию успевает дать, и практику успевает дать, по своему предмету. И студент выходит, во-первых, они видят рейтинги друг друга, они видят, что они действительно умеют принимать решения, и троечники видят, почему они троечники. Товар выбирать не думают, думают, но плохо думают, не интересуются, почему они такие цены назначают. Там если подумать, там все работает четко. Это ответ Светлане Равиденко. Где-то полгода. На практику, если говорить про студента, ну месяц-два надо, если он сам один работает. Что значит хорошо играть? В любой игре надо изучать. Ну хорошо играть ты сам себя оцениваешь. Кому-то нравится десятое место из двадцати. Я поигрался, я понял. А кому-то хочется первую тройку. Каждый тут сам себе выбирает. Тут нет такой жесткой системы наказаний поощрений. Ну про дистресс в России мы говорили, ну не можем моделировать пока вот эти моменты взятка брания по принципиальным соображениям. Наталья Мадесовна, что мы не ответили на какие-то вопросы еще? Видите? По поводу уровней. Вот кстати вопрос очень хороший. Я не поняла для себя там есть какие-то уровни не только с точки зрения сложности отраслей. Понятно, что разные отрасли по-разному управляются и соответственно сложность управления внутри этих отраслей разная. А вот внутри допустим я выбираю ритейл например. Я по мере продвижения в игре она усложняется для меня или я в принципе делаю одно и то же оставаясь внутри этой сферы? Вы правы. когда вы новичок и вам страшно вы открыли магазин преподаватель или консультант говорит не открывайте полную линейку товаров которые бывают в магазине там и косметика и парфюмерия и разные если допустим универсальный магазин возьмите хотя бы одно номинование товаров те же сосиски или те же какие-то там элементы одежды почувствуйте от чего зависит движение товаров пусть в этот магазин будет малая посещаемость да симулятор покажет что при низком ассортименте товаров туда мало кто будет ходить но поиграть можно начать с одной позиции товаров второй вариант не хотите одну позицию возьмите 10 позиций у вас будет больше посещаемость пусть это будет продуктовый магазин пусть там будет сосиски хлеб молочная продукция подсказываете что там еще овощи что там еще пусть у вас будет небольшой магазин пусть он будет на площади к примеру 40 квадратных метров пусть там будет один единственный консультант продавец и пусть у вас будет один офис из одного человека где вы это и есть сами а офис нужен и попробуйте почувствовать поиграть на этом магазинчик вы почувствуете то ответ на ваш вопрос как методически правильно начинать когда вы почувствуете как вы управляете этим ритейлом маленьким попробуйте открыть его филиал ли такой же магазин в другом городе в другой стране кстати там каждый раз при открытии прописываются ставки налогов таможенные пошлины акцизы и так далее ндс все на прописывается это учитывать вот так вот постепенно постепенно вы проходите эту практику и ответил на ваш вопрос наталья модель да да ответили но я согласен с точки зрения батла сражения что этого обучения в россии пока нет то есть вебинары компания проводит но интереса нет идут мало а я знаю почему они идут хотите скажу вот уважаемые коллеги почему не идут на не идут спасибо за комплимент тут пишет да запись будет почему не идут преподаватели вот здесь вот я бы хотел коллег спросить уже в форме дискуссии вот тут как специальный отдельный предмет да да возможно да да вот возможно роман михалыч замечать смотрит корень так так а не делается уважаемые коллеги вот скажите пожалуйста допустим вы ведете предмет по экономике все у вас хорошо по экономическим дисциплин у вас есть учебный план вы издаете пособие у вас рейтинг есть зачет экзамены вы проводите вовремя у вас средняя такая успеваемость вы не звери у вас нет отчислений по вашему предмету студенты довольны двоечники кое-как сдают с какого-то раза все у вас хорошо и практику ваши студенты как-то проходят там на каком-то предприятии в столовой там или на заводе приносят отчеты дипломники выпускаются все у вас хорошо вопрос вот наталья модестовна и ко всем остальным если все довольны ректор довольны заведующий кафедры студенты благодарят вас зачем еще такие практики когда и без них это ж надо учиться надо открывать специальный учебный курс по умению работать с этими симуляторами ну пусть там себя американцы израильтяне там что-то выдумывает им делать нечего той же Австрии и вот им делать нечего в Европе индусам делать нечего а нам и так хорошо нам лишь бы вот платили бы и не ругали бы и хорошо разве не так ведь нам же и так хорошо живется без этих симуляторов вы описываете абсолютно реальное отношение которое вот на местах и имеет место быть вот зачем напрягаться преподаватель должен сам значит вникнуть в это все и так далее а тут он придумал себе программу которая ему удобно комфортно то что он знает он вещает на кафедре это утвердили все в порядке все нормально видимо да этот подход такой вот по инерции по привычке ну я хочу дополнить если это прописано в неких положениях по проведению практик и мы знаем что если их не выполнишь вот как написано по положению вот там главное чтобы отчет был приложения были дневник был вот значит если какая-то проверка у нас все будет хорошо зачем нам какие-то еще там симуляторы какие-то баттлы сражения да еще с какими-то индусами там реально вот студенты соревнуются в этих рейтингах торговли управление с другими странами там такая битва происходит и происходит интересно активно зачем нам это надо ну подумаешь получил он там какую-то грамоту что он победил занял команда вашей кафедры по финансам финансовый кредит заняло первое место в международном чемпионате бизнес-симуляторов среди там десяти стран мира участвовали студенты тоже ну подумаешь они вот такую вот грамоту такое место занят вопрос что дает эта грамота нужна ли она в наших реалиях ничего ну преподавателю за это дополнительно навряд ли заплатят он это в рамках своих часов делает студенту ну вероятно просто приятно вот игорь владимирович тут в чате пишет комментарии относительно заинтересованности в частности по оплате и предлагает обратить внимание на другие потребности да то есть на других на возможность другого применения вот для бизнес-симуляции да возможно не знаю мне кажется что у нас высшее образование достаточно несмотря на то что она вроде бы и развивается с точки зрения каких-то современных направлений оно все-таки достаточно вот какое-то ну закостенело что ли если хотите но сложно это будет приживаться я все-таки чуть-чуть не соглашусь частично соглашусь да это большая большая дополнительная работа для кафедры для преподавателя ну и для студентов в какой-то мере тоже дополнительная нагрузка но если кафедра объявляет или ректор где-то в ролике в интервью там или в газете что команда нашего вуза заняла первое место по среди таких-то стран по управлению бизнесом называется вид игры сталилитейная промышленность или инноваций там есть даже управление инновациями есть тоже такие игры первое место приходите к нам учиться в наш вуз наша специальность признаваемая в мире мы обогнали американцев индусов и так далее это хороший рекламный холд сомневаюсь 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 у нас как-то в основном ориентируется на то как трудоустраиваются выпускники насколько легко у них это бывает сколько они зарабатывают после нашей специальности хорошо хорошо все участники этих команд в своих резюме прописали что они являются номинантами победителями в этой своей игре в своих резюме и рассылают эти резюме работодателям Наталья Модестинова коллеги вы работодатель такой резюме получаете читаете что этот кандидат не только такие оценки имеет не только имеет достижения там в науке в спорте еще в чем то он является победителем международного чемпионата по вот этому сражению лучших финансистов или лучших маркетологов среди таких-то стран он признан он победил тех 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 у вас взыграет где-то внутри какая-то логика ничего себе этот кандидат умеет бороться умеет идти на риск или он спросит а что это за симулятор а ему скажут это лучший симулятор шестнадцатого года он в Америке в Израиле там-то применяется он посмотрит вы как кадровик наведете справочки точно он не обманывает он в этом симуляторе доказал что он умеет управлять сложнейшими процессом как вы думаете это взыграет у вас какой-то интерес к такому кандидату появится интерес возможно 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 но еще еще может быть в плане в плане таких пожеланий я смотрю вот есть агентство стратегических инициатив я знаю что особенно в регионах с деградирующей экономикой в частности по Волжье где Тольятти вот это ищутся вот эти создаются инновационные центры площадки инополис разные и не могут найти вот такие вот инструменты чтобы выращивать супер лидеров супер умельцев независимо от территории не тащить их в этот инновационный центр из деревень из школ и там их обучать отдать возможность не выходя из дома вот как сегодня холодно да не выходя из дома выявлять самых умелых самых лучших вот это стратегическая задача это стать президентом находить такие решения чтобы поднимать экономику выращивать специалистов независимо от расстояния вот мне кажется это моя мечта этот момент был бы как-то в будущем решен но это только мечта вот этот стартап по крайней мере американцы как мы видели фондовый вот этот фонд по работе со стартапами обратил внимание и финансирует для американских граждан применение для американцев но это наверное все таки после вузовская тогда у них образование или это во время обучения они используют они и в колледжах и даже в школах вот мы говорим профориентация симулятор позволяет показать школьнику который не знает куда идти потом я не знаю что такое менеджмент экономика он в школе учится они говорят вот посмотри как работает экономика для профориентации посмотри как работает сталилитейная промышленность не выходя из дома попробуй посмотреть от чего там что зависит покрути этими винтиками почувствуй себе вкус и прими решение сам в колледже тоже обучают в институтах тоже обучают и в корпоративном секторе тоже обучают менеджеров закрепляют навыки которые они получили в вузе появились новые какие-то отрасли они я про американцев говорю они хотят применять эти технологии везде на уровне непрерывного образования Александр Бондаренко высказывает опасения что любой симулятор это модель разрабов я согласен только в части единых ставок налогов единых каких-то средних цен по районам на какую-то продукцию единых каких-то коэффициентов влияющих на работу сотрудников в зависимости от их зарплаты от их обучения да вот эти коэффициенты в модели могут быть едиными хотя они стараются они реально приближены к реальности вот налоговая ставка какие в Бразилии открываешь магазин в Бразилии в этом городе вот такая она и будет единая в модели разрабы это сделали а как ты выбрал магазин какого ты выбрал поставщика с какой площади сколько ты выбрал людей это не работа разрабов уважаемый Александр это уже ваша работа и дальше уже пошла ваша аналитика от вузов в школу в каждой школе да 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 это задача наверное ни одного учителя и ни какой-то одной школы где гарантия что бизнес-симулятор моделирует реальный бизнес а не является я уже частично ответил гарантия что налоговые ставки и вот эти вот зависимости едины для всех но никакой гарантии что вы как обучаемый понимаете суть того что вы творите почему вы берете картошку по этой цене у этого поставщика почему а вы других посмотрели допустим вы взяли у поставщика у которого самая низкая цена а вы посмотрели что у него надежность поставки низкая и вот модель сыграет по надежности поставки или по объему поставки то есть там везде нужно проявлять логику самому и как ты ее организуешь свою логику понятие решение так модель и сработает и в вне зависимости от того что там придумали разрабл а трудно 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 пишет переменников ну что уважаемые коллеги мы не планировали больше часа этот батл устраивать давайте мы увидим что мы в итоге здесь получили ценного Наталья Модестовна есть вы есть у вас какие то версии что ценно в этом сражении мы для себя получили с точки зрения применения симулятора вы имеете ввиду с точки зрения повышения качества образовательного процесса с применением таких бизнес симуляторов ну на самом деле конечно нам нам не бизнес симуляторы нужны нам нужны результаты в обучении вот с точки зрения результата я поняла во первых мне понравились идеи относительно того что это ну вот я как вузовский человек да я наверное у меня рамки восприятия очень узкие в этом смысле а мне понравились идеи относительно того что эти рамки вообще нужно расширить и во вообще это применять бы где-то не только в вузе то есть вообще качество образования это не только у студентов стоит повышать а в принципе да вот мы же говорим о непрерывном образовании тем более сейчас речь идет о том что вы же как раз у себя на страничке да выкладывали информацию о том что сейчас именно электронные формы в непрерывном образовании они вот становятся скажем не только популярны но и приоритетны с точки зрения целей развития образовательного сегмента поэтому мне кажется что это конечно интересная штука меня например она очень увлекла мне захотелось в это все поиграть в этом всем поразбираться я думаю что студентам которые любят во первых онлайн варианты любят интернет они проще посидят с игрой чем с учебником к сожалению может к счастью не знаю даже наверное для них этот формат был бы интересен для меня остается по прежнему вопрос первый вопрос это с точки зрения зачем это преподавателю скажем так да не просто вот для своего предмета чтобы интереснее этот предмет сделать а зачем ему так напрягаться самому осваивать это все внедрять в этот процесс и второй момент о котором мы наверное не поговорили может быть поговорили вскользь это же как то надо если мы про вуз говорим это же как то нужно ну не может быть это только моей инициативой это должно быть одобрено руководством скажем так да для того чтобы вот это применить поэтому симулятор этот мне понравился он интересный а вопросы практического применения остаются для меня пока открытыми хотя конечно я думаю что если бы каждый студент поиграл даже пусть не на оценку даже просто вот для своего удовольствия он бы получил помимо того что массу положительных эмоций потому что ну это классно когда ты заходишь на следующий день и ты видишь что ты там первый или что ты там прибыль получил и вообще какой ты молодец позавчера у тебя не получалось а сегодня у тебя уже получилось это здорово вообще вот это ощущение что получается что ты развиваешься что как то твои знания применяются и что дают какой-то результат это здорово но вот как это практически пока для меня вопрос да 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 я вчера или когда это пару дней назад задавал вопрос чему нельзя научить дистанционно и действительно профессионально обучить живописи хореографии скульптуре обеспечить производственную практику связанную с материальными объектами производства машин оборудование сварка тут дистанционно не работает или работает ограничено но практика связанная с расчетами с принятием решений с анализом данных с реагированием на компьютере вот это мы сегодня видим яркий пример того что это действительно можно мы сегодня пытались ответить на вопрос который снова спрашивает в конце игорь владимирович почему нужно популяризировать нужно ли это продвигать я отвечу зачем зачем какая моя задача представителя компании даже двух компаний даже трех компаний зачем вот что нужно популяризация или продвижение я отвечу вчера мы проводили заслушиваем василия сергеевича третякова говорил до начала правительстве принята приоритетная программа развития современных цифровых технологий в образовании и василий сергеевич долго нам рассказывал сколько миллиардов рублей будет выделяться за счет бюджета и вне бюджета на что будет выделяться в сфере образования упоминал национальную платформу открытого образования с ее массовыми открытыми онлайн курсами и в итоге везде упоминал уважаемые коллеги вот мы создали закрытую ассоциацию восьми ведущих вузов вот мы создали там сколько-то сто с лишних массовых онлайн курсов мы знаем что где-то миллион рублей и более стоит создать онлайн курс если вы в курсе о чем я говорю это то что студент может пройти в онлайне получить сертификат и сдать сессию за счет обязан я не собираюсь кого-то пиарить я тут не ищу целевую аудиторию кому-то что-то в паре я вместе с вами вот наталья модеста набьюсь над тем почему россия остает или по-другому решает задачи не так как в америке или в том же маленьком израиле почему российский продукт отечной разработки у нас не применяется мы профессионалы мы такие грамотные можем применять но нам это не интересно а там это интересно вот я вот возвращаясь по серии сергеевича он говорит мы ждем от вас экспертных мнений мы видим что вы многие вопросы лучше нас понимаете и решаете мы готовы сотрудничать с профессиональным сообществом с теми кто разбирается в этих вопросах я сегодня не предлагал что-то покупать не говорил идите покупайте бросьте все и покупайте вот только у нас нет я задал вопрос почему оно в россии не работает я вижу ответ что мы вместе задавая такие вопросы формулируя какие-то решения предложения можем влиять на успех в частности вот в этом приоритетном программе при правительстве не при министерстве образования а при правительстве а еще точнее совет по стратегическому управлению при президенте российской федерации средства есть они выделяются и будут выделяться хотя сейчас там кое-что секвестируют а вот как оно применяется будет зависеть от нас а наша компания заинтересована чтобы не только коммерческие цели но и общегосударственные цели мы решали все вместе корпоративные отрасли возможно хотя там тоже не продается наверное там другие показатели для развития формального обучения нет потребителей совершенно верно нет потребителей в россии и это загадка вот постепенно понимается это вот как наталья модестовна мы говорили это стандарты это ограничения нормативно правовая база зажатость преподавателя кафедры по каким-то видам деятельности и отсутствие настоящих академических свобод для того чтобы применять такие решения возможно мы вместе как-нибудь и придумаем но сегодня мы этого решения не увидели мы как были в состоянии неудовлетворения почему эта технология не применяется мы так и остались но мы увидели желание это эту ситуацию изменить да наталья модеста согласно желание есть желание есть уважаемые коллеги я рад на то что так голос наталья не слышно я рад что мы услышали друг друга мы еще раз увидели вот эту модель мы компания директ медиа совместно с компанией симформер которые готовы и дальше вести работу по развитию этого направления для учебных заведений для частных клиентов вы видите что часть продуктов вообще бесплатно я сейчас показываю экран некоторые продукты стоят около 40 долларов их можно приобрести некоторые 70 69 89 в зависимости от класса сложности для вузов для образовательных организаций есть другие тарифы не для частного лица а для образовать для учебных заведений где можно приобрести определенный пакет часть можно бесплатно использовать для тренировок вот для тренировок пожалуйста а часть закупается на год один комплект какой-то игры и пожалуйста маркетолог свою задачу решает в этой игре налоговик свою подсказываете Наталье Модестовне микроэкономика свою задачу решает макроэкономика свою финансы и кредит свою управление предприятием как предмет свою задачу вот несколько преподавателей почти вся кафедра вокруг одной игры решает свои задачи в рамках одного игрового процесса целый семестр или целый год вот пожалуй это было бы самым лучшим вариантом который я вижу для или для хорошего спасибо вопросов больше мой контакт давайте напишу мой контакт еще если какие то вопросы есть давайте задавайте это моя личная почта если надо провести демонстрацию отдельно для организации это можно для образовательной или коммерции кстати Наталья Модестовна будет по моим расчетам уже неплохим консультантом по выбору того или иного решения потому что доктор экономических наук на дороге хороший не валяется мне нравится Наталья Модестовна как специалист и она могла бы вам подсказать дальнейшую ну вот уже некоторые проявили интерес пожалуйста коллеги как видите мы ничего не пиарим мы даем информацию мы даем видение делимся практикой и помогаем вам решение этих вопросов уважаемые коллеги есть ли еще опросы Наталья Модестовна есть ли у вас какие-то я смотрю что Юлия Валентиновна нам уже сообщила что она пошла знакомиться с платформой это вообще дело замечательное вы будете очарованы на самом деле интересно конечно друзья стоит посмотреть на это дело ну в соответствии с правилами нашего батла где я должен сопротивляться и упираться на Талья Модестовна я должен ей возразить там не все будет понятно они можете да там могут быть длинные затянутые ролики где долго и нудно что-то рассказывается предупреждаю будьте готовы я бы например сделал бы покороче помобильней попонятней но пока не могу этим заняться есть другие дела возможно это тоже одна из причин почему не работает в России наверное израильские или американские коллеги они более усидчивые они сидят слушаются рассказывают а нашим русским давай что быстро легко тих пых все понятно о это точно нам так и надо наверное быструю езду а симулятор давай поехали через пять минут ой что-то я не понял потому что по телефону кому-то отвечал что-то там его отвлекло он мысль потерял а все ерунда а эти сидят они отключаются слушают каждое слово наверное это тоже проблема спасибо за интересную встречу уважаемые коллеги мы с вами прощаемся говорим точнее до свидания компания Директ Медиа коллеги спасибо и Наталья Модестовна были рады вас услышать у нас будут еще такие мероприятия следующее мероприятие у нас будет связано по нашему плану с я сейчас могу сказать пока еще не закончили связано с работой с онлайн курсами еще будут у нас вебинаров больше чем у какой бы то ни была компании вебинар за вебинаром его следующее вебинар это креативная перезагрузка 12 дизайн хаков для автора курса вот это следующий вебинар будет 24 числа этого года сейчас вам дам ссылочку батл был мирный никто ни с кем не подрался следующее игорь владимирович это потому что мы онлайн видите это тоже безопасный формат в этом смысле да мирный но наверное слишком мирный если бы мы так более напряженно более активно тут бились бы может быть мы что-то бы и большего и добились но это шутка вот приглашение на наш последующий вебинар уважаемые коллеги я желаю вам всего доброго приходите к нам еще вот у нас еще будут вебинары интеграция машинное мобильное обучение вовлеченность все это у нас будет с вами впереди тоже планируется всего доброго до свидания о